Здесь был вклад хранения, вот это вот антидот, вот медицинские сумки, масса абсолютно новых касок, галстуков в изобилии на целый взвод. Сделаны они совсем не так, как мы привыкли. В общем, куколксклан, да и только, помещение фильтровентиляционных. И вот выпуска 1980-й. Всем привет, дорогие зрители, с вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий StepWolf. Сегодня мы посмотрим с вами убежище одного очень крупного, некогда очень крупного завода, цеха которого, к сожалению, давно опустили. Но в самом убежище есть на что посмотреть. Оно было построено на рубеже 1970-х, 1980-х годов. И, пожалуй, самое интересное, посмотреть на отличия в оснащении этого бомбоубежища от защитных сооружений, к которым мы привыкли на постсоветском пространстве. А сейчас я хочу рассказать вам об одном сайте, где можно выиграть ценные призы. Когда ко мне обратились с предложением разместить интеграцию и порекомендовать этот сайт, я подумал, что это что-то несерьезное. Но решил попробовать удачу и залип там надолго. Сайт называется Mystery Box Online. Я пополнил баланс на 5000 рублей, и теперь давайте вместе посмотрим, как все это работает. Кстати, пополнить баланс можно по номеру банковской карты и через СБП. Все быстро и прозрачно. Ну и давайте откроем несколько боксов. Вот, например, первый призовой бокс за пополнение баланса. Посмотрим, что же здесь есть. Так, выиграли шнур. Ну, это так себе фигня. Давайте откроем теперь бокс каждый день. Итак, погнали. Тоже не очень интересная штука. Портативный фонарь. Интересно, от чего он работает. Ну что же, давайте попытаем удачу еще пару раз. Посмотрим, что здесь будет интересного. Ого, AirPods 3. Вот это выигрыш. Девятнадцать семьсот средняя цена такого девайса. Открыл всего за сто девяносто восемь рублей. Супер. Давайте попробуем что-нибудь подороже. Переходим опять на главную страницу. Ну и попробуем, например, за девятьсот девяносто рублей открыть бокс великолепный. Итак, попытаем удачу. Игровые наушники. Неплохо, неплохо. Давайте еще разочек крутанем. Еще одни наушники. Куда столько наушников? Так. Поехали еще раз. Ого, Sony PlayStation 5. Средняя розничная цена почти пятьдесят тысяч рублей. Вот это выигрыш. Кстати, из выигранных призов, те, которые мне не нужны, я могу продать прямо здесь, на этом сайте. Давайте сейчас попробуем это сделать. Выбираем то, что мне не нужно. Ну вот, например, автомобильный держатель, подставка для телефона, кабель. И давайте все это продадим прямо здесь, на сайте. Отлично. Контракт выполнен. К сожалению, Мистери Бокс не осуществляет доставку на Балканы, где я живу. Зато у меня есть отличная новость для вас. Мистери Бокс проводит розыгрыш призов среди тех, кто пополнил свой баланс от тысячи рублей. Ну и, подводя итоги, я смело хочу порекомендовать вам попробовать удачу на этом сайте. Тем более, что по моему промокоду UNDER, Мистери Бокс делает 30% бонус к первому пополнению. Ссылочку на сайт я оставлю в описании под видео. Ну а мы продолжаем. Сейчас здесь абсолютная пустота. И тишина, которая периодически нарушается только звуками пролетающих в небе самолетов. Тут относительно недалеко расположен аэродром. Поэтому самолеты часто летают. В самом бомбоубежище ведут две лестницы из цеха и автомобильный въезд с улицы. Вот первая лестница. И сейчас мы отправимся на вторую лестницу, чтобы вы могли составить себе полное представление о том, как рабочие этого цеха в случае чрезвычайной ситуации должны были попадать в защитное сооружение. Вторая лестница ведет вниз тоже по этой же стене. Она расположена на небольшом отдалении. Я думаю, что здесь трудилось немало сотрудников. И обязательно строилось два эвакуационных выхода в бомбоубежище на случай, чтобы все могли оперативно покинуть свои рабочие места и отправиться в бомбоубежище. И вот мы с вами уже спускаемся в подвальное помещение. Это еще не убежище. Прервемся еще чуть-чуть. Буквально перед этой поездкой мои партнеры из компании Фнирси предоставили мне свою новинку – прибор ночного видения НВС-20. Это устройство позволяет не только наблюдать за происходящим в условиях темноты на дистанции до 300 метров, но и дает возможность шестикратно приближать изображение, а также записывать все на SD-карту, которая к тому же входит в комплект как и сменный литий-ионный аккумулятор 18650 большой емкости. К моменту съемок этого видео я еще не успел протестировать прибор ночного видения в реальных условиях. Но у меня уже есть как минимум пара объектов, проникновение на которые без этого устройства было бы практически невозможно. Поэтому к более подробному рассказу о НВС-20 я обязательно вернусь в ближайших выпусках. А пока познакомиться с характеристиками прибора и заказать его можно по ссылкам, которые я оставлю в закрепленном комментарии. А мы сейчас продолжим исследовать убежище. Здесь были какие-то технические, складские помещения, скорее всего связанные с гражданской обороной тоже, я так понимаю. И вот в дальней части от спуска из цеха, от лестниц, находится автомобильный въезд. Сейчас тут уже почти все поросло зеленью, но здесь вот вполне можно было заехать в само это убежище на машине для проведения каких-то погрузочно-разгрузочных работ. А сам въезд закрывался массивными металлическими двойными воротами. То есть они как гармошка выдвигались, одна створка и потом другая. Непосредственно перед въездом в убежище мы видим надпись «выход». Здесь есть еще один вход или выход, как вам больше нравится, внутрь этого убежища, уже из цеха. Здесь был склад хранения, какие-то коробки, но они сейчас уже все, к сожалению, пустые. И вот уже непосредственно вход в убежище для сотрудников этого предприятия. То, что обозначено табличкой «Выход», там расположен въезд в убежище, уже, конечно, не автомобильный. Я думаю, что автомобиль туда уже не заедет, но, скорее всего, при необходимости погрузочных-разгрузочных работ туда все закатывали на тележках, либо на погрузчике. Здесь территория убежища от внешнего склада ограждали металлические ворота. И вот там, вдали, кстати, еще один пешеходный вход, который ввел в это убежище уже непосредственно с улицы. Вот так вот это выглядит, и выходил он уже на другую сторону здания, на противоположную от автомобильного въезда. Здесь уже мы можем видеть непосредственно имущество ГО, носилки для эвакуации раненых. И, как мне кажется, эти носилки в собранном состоянии можно было использовать для эвакуации пострадавших, для эвакуации раненых, не тяжело пострадавших, не тяжело раненых в сидячем положении. Во всяком случае, где-то в какой-то хронике я это видел, как на учениях по гражданской обороне эвакуировали пострадавших на таких коротких носилках в сидячем положении. Вот здесь вот очень интересный набор, медицинский набор, бумажные салфетки, вата, бумажный рулон, еще какие-то принадлежности медицинские, вот это вот антидот. Вот тоже явно из этого набора средства с антидотом тоже. И комплектовались, я так понимаю, вот такие вот сумки подобными наборами. Да, вот здесь даже сделан специально карманчик. Под эти наборы, только пока его вытащишь, здесь же вот руководство по использованию этого медицинского набора. И на сумочке написано СЛ, не берусь сейчас расшифровать, что это такое. СФРИ, Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Здесь вот много еще, я так понимаю, что это спасательное одеяло, чтобы укрывать раненых. Вот медицинские сумки. А, сейчас посмотрим, скорее всего, пустая. Да, сумка, к сожалению, пустая. Вот еще интересно, личный комплект для защиты граждан с противогазом МЦ1. Здесь упаковка от устройства дозиметрического контроля личного. Может быть, их там было несколько, не берусь сказать. Самих устройств пока я, к сожалению, здесь не нашел. И вот опять какие-то медицинские. Скорее всего, стерильные салфетки 40 на 60 сантиметров. В общем, здесь куча-куча всякого ГО-барахла. Уже другой формы сумки, которые крепились на ремень, возможно. Прорезиненные. И целый склад вот этих вот носилок в сложенном состоянии, которые кто-то когда-то зачем-то поджег. Все это очень хорошо горело. Прямо непосредственно здесь, в этом складском помещении. Это вот видно по нагару на стене оставшемуся. Конечно, огромное количество различных средств гражданской обороны здесь было собрано. И все это сейчас в таком вот беспорядочном состоянии. Навалено, собственно, в том помещении, где был склад ГО. А вот, посмотрите, интересная находка. В общем, это, я так понимаю, что защитные вот эти вот одеяла в количестве 20 штук и год изготовления 1970-й. Ну и еще здесь масса абсолютно новых касок с югославскими звездами. Это как символика, может быть, гражданской обороны. Вот еще какие-то. А, это типа нашего комплекта ОЗК. Это комбинезон. Только он не закрывает полностью ноги. В общем, чего здесь, какого барахла, ГОшного только нет. Обидно, что все это в таком состоянии. Вот даже была какая-то каталка. Может быть, для перевозки медицинского инструментария. Вот еще какие-то средства. Что-то, что применялось при ожогах. И вот, обратите внимание, даже какие-то погоны. А вот это вообще похоже на рацию. Да. Здесь должен был быть аккумуляторный блок. Сверху подключались антенны. И вот еще, кстати, интересная деталь. Связанные новые галстуки военные. Вот еще точно такая же упаковка военных галстуков к форме военной. Да вы посмотрите, сколько их тут. Самой формы нету. А вот галстуков в изобилии на целый взвод, наверное. Вот какое-то интересное приспособление электронное. Причем даже вся электронная начинка целая. Обычно такие вещи разбирают в первую очередь. Так, ну и давайте уже, наконец, отправимся в само защитное сооружение. Оно тоже имеет два входа, точнее, две секции самостоятельных. Сразу обратите внимание, перед ходом, перед гермодверью непосредственно, переговорное устройство. Здесь были гермоклапаны. А ответную часть этого самого переговорного устройства мы с вами еще увидим внутри. С двух сторон гермодверью, которую, к сожалению, спилили совершенно варварски. Вот, кстати, посмотрите, как ее спиливали, какие были петли мощные. Итак, с двух сторон вот этой гермодверью находились воздушные клапаны. Два воздушных клапана подавали воздух в фильтр вентиляционную. Она находится дальше. Два воздушных клапана. Ну вот, пожалуйста, я так понимаю, в совершенно рабочем состоянии. Мы их сейчас можем видеть с внутренней стороны уже в убежище, находясь уже в убежище непосредственно. И вот мы уже внутри убежища. И здесь уже начинаются отличия от привычных советских защитных сооружений. Первое отличие – это как раз сидячие и лежачие места для укрываемых. Сделаны они совсем не так, как мы привыкли в советских защитных сооружениях. Больше они напоминают даже сидячие места в купе поездов. И что еще интересно, их можно монтировать практически в любом помещении. То есть здесь вот такие упоры выкручиваются в распорку между потолком и полом. Еще посмотрите, как интересно сделано. Вот сидячие места и наверху такой типа гамака под личные вещи в укрываемых. Здесь, естественно, проведена вентиляция внутрь убежища. И в задней части помещения смонтированы лежачие места для укрываемых. Тоже по такому же принципу. А вот рядом с дверью то самое переговорное устройство уже внутри убежища. Вот эту кнопку, я так понимаю, надо было нажимать для того, чтобы говорить. То есть когда убежище было уже закрыто, чтобы принимать людей снаружи. Ну и иметь какую-то связь с внешним миром. Еще очень интересно, здесь пластиковые баки под различные нужды. Вот этот сейчас не могу сказать, подо что использовался. Но вот это явно было урной. Мне так кажется, что это явно было в качестве урной использовалось в убежище. И здесь вот инструкции по поведению укрываемых внутри убежища. Здесь вот уже начинаются небольшого размера помещения. И что интересно, вот эти помещения очень напоминают кабинки под туалет. Но непосредственно туалетов я здесь нигде не ношу. Хотя они, естественно, должны быть. И я так понимаю, что как раз эти кабинки предназначались под туалет. Но там было что-то типа биотуалетов, возможно. Вот куда ввели эти трубы, воздушные клапана. И еще помещения под туалеты. Давайте сейчас обойдем вокруг. И повторюсь, ввиду того, что здесь я нигде нормальных туалетов не ношу. То есть явно здесь, видимо, было предусмотрено уже в те годы что-то типа биотуалетов. Просто другого ответа на вопрос, для чего эти кабинки и где тогда должны быть туалеты в убежище, другого ответа на этот вопрос я не найду. На самом деле ответ на этот вопрос находится как раз в тех самых правилах поведения в убежище, о которых я говорил ранее. И он меня реально шокировал. И выходя из этого помещения, предположительно, с туалетами, мы оказываемся в еще одном зале для укрываемых. То есть там у нас первый зал, в который мы попали от входа. Здесь находится еще один зал для укрываемых. В принципе, практически такой же по площади, такой же конфигурации здесь расположены сидячие и лежачие места. И вот что интересно, на вентиляционных коробах тоже расположены гермоклапана. То есть по всем помещениям для укрываемых тут тоже выведены вент-коробах гермоклапана. Ну и давайте сразу пройдем в следующий зал для укрываемых. Здесь находится электрический шкаф и, естественно, уже он давно отключен от проводки. Точнее, вся проводка просто обрезана. Ну и мы попадаем в следующее помещение для укрываемых. Такой же конфигурации. Здесь мы можем видеть опять эти пластиковые урны. Сделаны они из пластика, достаточно легкого. И, как мне кажется, достаточно прочного пластика. И впереди еще один зал для укрываемых. Тут уже немножечко другая конфигурация. Немножечко по-другому расположены места. И сидячие, и лежачие. Хотя по площади, по-моему, помещение такое же. Собственно, это последнее помещение для укрываемых в этой части убежища. Но далеко не последнее вообще вот в этой системе убежищ под цехом. Здесь же уже в дальней части этого убежища находятся технические помещения. Здесь что-то было связано с водой. Но непосредственно выводов под воду я не видел. И вот это был, возможно, какой-то кабинет. А вот что это такое, я вообще затрудняюсь сказать. Похоже, что это какие-то защитные костюмы. И это одевалось на голову с прорезями для глаз. В общем, куколу с клан, да и только. Ну и вот в этом ящике хранились принадлежности для спасения. Какие именно, уже, к сожалению, тяжело сказать. Ну и мы попадаем, пожалуй, в самое интересное помещение. Помещение фильтровентиляционных. Здесь все сохранилось в рабочем состоянии. Вот это, по-моему, запасной фильтр. Схема. Можем видеть схему работы от кефильтровентиляционной установки. Здесь же пропускная способность в кубометрах в час. До 750 кубометров в час. Даже электромотор цел. Кстати, чтобы раскрутить всю эту штуку, требуется достаточно мощное усилие. Я считаю, свою физическую подготовку достаточно неплохой, но так тяжеловато идет, наверное, это двумя руками надо крутить. Видите, вообще, наверное, недаром сделаны две ручки, два человека должны это делать. И во второй комнате абсолютно аналогичная установка. Тоже с запасным фильтром. Как я понимаю, кстати, год выпуска 1980-й. И тоже можем здесь видеть схему организации фильтровентиляции воздуха внутри убежища. Все переключатели в рабочем состоянии. Слышно, как там срабатывает клапан внутри. Ну и, собственно, заканчивается этот блок убежища аварийным выходом. И единственной сохранившейся гермофорточкой. Здесь вот, опять же, для фильтрации используется некий щебень. И, собственно, сама гермофорточка. Похоже, она хорошо закрыта. Ну да бог с ней. Ну а мы давайте переместимся во второе убежище. Как я уже сказал, это защитное сооружение состоит из двух блоков. И вот он, второй блок. Тут тоже были гермоворота. Тоже все благополучно спилено. При входе абсолютно аналогичные гермоклапаны. Но здесь уже немножечко другая конфигурация помещений. То ли здесь сидело руководство ГО этого цеха или завода. То ли эти столы сюда затащили уже позднее. Вот эта вот документация явно не по гражданской обороне. И издана она в 1986 году. Здесь тоже при входе переговорное устройство. И тоже кабинки, напоминающие туалет. Кстати, смотрите, в углах остались какие-то круги вот в этих кабинках. Вероятно, да, там было что-то типа биотуалетов. Здесь мест для укрываемых нет. Имеется в виду сидений и лежачих мест. И вот, видимо, открытый шкаф. Электрический, уже сильно покусанный. Собственно, конфигурация помещений здесь очень похожа. Здесь опять какое-то ГО-барахло. Вы посмотрите только сколько его здесь. Вот эти вот индивидуальные аптечки, стропы. И вот это уже выход, который мы с вами видели изначально. Давайте пока вернемся в убежище. Интересная штука. 86А-06-13-24. 86А-06-13-52. Короче, все вот эти вот приспособления, похожие на ручки, имеют свой порядковый номер. Так, я и не понял предназначение этих ручек, не смог их разобрать. Абсолютно не смог их разобрать. Вот здесь вот лежит коробка с надписью «Химический детектор». Может быть, как раз эти ручки являются какими-то персональными, ну, не дозиметрами, а какими-то персональными детекторами отравляющих веществ. Сложно сказать. В этой коробке были упакованы эти индивидуальные спасательные комплекты. Индивидуальные аптечки, точнее. А вот какой-то автоинъектор с резервным патроном. Октябрь 1990 года. Срок годности, а дата выпуска – 86-й. Находясь в этом убежище, невольно вспоминаю, как мы побывали в полностью комплектном защитном сооружении того же периода постройки на рубеже 1970-х и 80-х годов, в котором, к тому же, располагался местный штаб ГО. Видео о нем вы сможете посмотреть по ссылке. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч и всего вам самого наилучшего!